Уважаемые коллеги, вас приветствует учитель начальных классов Боброва Елена Валерьевна. Я работаю в Государственном областном бюджетном образовательном учреждении Центр эквизинного образования города Великий Новгород. Представляю вашему вниманию построение коррекционного урока с использованием здорово-сберегающих технологий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Здорово-сберегающие технологии в современной начальной школе определяются как система мер по укреплению и сохранению здоровья детей, как любая из применяемых учителем образовательных технологий, если в процессе решается задача сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Условия для реализации здорово-сберегающих технологий на уроках в начальной школе это, конечно же, использование разнообразных методов и форм обучения, это осуществление индивидуального и дифференцированного подхода, это использование разнообразных форм подачи информации, включая современные информационно-коммуникативные технологии. При построении коррекционного урока учителю необходимо учитывать особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и специфику усвоения учебного материала детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому контингент классов по заключениям психолога-медика-педагогической комиссии условно можно разделить на группы. Например, к первой группе поднесем учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата лёгкой степени, имеющие задержку психического развития, испытывающие наибольшие трудности в обучении. К второй группе поднесем учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих сложную структуру дефектов, Это задержка психического развития и нарушение зрения. Дефект частично компенсирован ношением специальных очков или линз. Учащиеся этой группы нуждаются в увеличении шрифта и в специальных технических средствах обучения. И, наконец, третья группа детей – это учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие сложную структуру дефекта. Это и задержка психического развития, и нарушение зрения, и детский церембральный паралич. Дети этой группы не способны к самостоятельному передвижению, в них имеются нарушения мелкой и крупной моторики, ребята нуждаются в специальных технических средствах обучения. Поэтому на этапе подготовки к уроку учителю необходимо выполнить анализ образовательной программы и тематического планирования, выбрать тему типа урока, выявить особенности материала урока данного типа, выявить учебный материал, требующий конкретной подачи для каждой группы учащихся. Свои выводы и наблюдения учитель оформляет в виде таблицы. Также учителю необходимо подобрать или создать информационные продукты, образовательные медиа-ресурсы. Необходимо подобрать специальные технические средства для каждого этапа урока, создать карточки с индивидуальными заданиями. Предлагаю вам ознакомиться со структурой урока усвоения новых знаний с применением здоровосберегающих образовательных технологий, на примере урока русского языка во втором классе по теме ударения. Урок проводится в режиме смен динамических пост, для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью, партой и конторкой. В часть урока ученик сидит за партой, а другую часть стоит за конторкой, тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. Учащиеся с ослабленным зрением читают и пишут с помощью ламп-увеличителей. Через каждые 10 минут урока проводятся физминутки, разминки, упражнения, дыхательные и зрительные гимнастики. На организационном этапе урока важно создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников. Это может быть аудио, прослушивание стихотворения, анализ пословиц, поговорки или высказывания известных людей по изучаемому предмету. Важную роль на уроке играют моменты оздоровления. На данном этапе рационально провести с учащимися самомассаж активных точек или мозговую гимнастику. Здоровье-сберегающие технологии подразумевают смену видов деятельности. Например, письмо, минутка чистописания и устная работа, ответы на вопросы. Минутка чистописания проводится с использованием индивидуальных карточек. Учащиеся группы 2 выдаются карточки с образцом написания страшных и прописных букв. Учащиеся группы 3 на карточках обводятся буквы по контуру. Одно из условий здоровье-сберегающих технологий – это смена видов деятельности. На этапе актуализации знаний это может быть устная работа, блиц-опрос по материалу прошлого урока, и практическая работа, которую осуществляют с использованием технических средств обучения. Часть ребят работают в парах с ноутбуками. На рабочем столе ноутбука дети находят заданный документ, открывают, выбирают тему урока, ссылку, заходят в интернет и работают с онлайн-тренажером. Ребенок с детским церебральным парличом работает на персональном компьютере со специальной клавиатурой. Остальные учащиеся выполняют индивидуальные задания на карточках, составленных с учетом индивидуальных особенностей. Для группы номер 1 – дифференциация по объему. Для группы номер 2 – увеличить шрифт. Для группы номер 3 – увеличить шрифт и дифференциация по объему и уровню сложности. На этапе работы с новым материалом используем упражнения конструирования. Из индивидуальных карточек с буквами учащиеся конструируют слово. Дифференциация по уровню сложности. Карточки разрезаны по буквам, по сочетаниям букв, по слогам. Затем национальное использование проблемных творческих заданий. Учащиеся иллюструируют составленное слово. Дети с детским церебральным параличом – это группа номер 3 – выбирают подходящую иллюстрацию из предложенных картинок. Сравнивают рисунки, рассуждают, почему слово одно, а предметы изобразили разные. Формулируют вывод. Урок с применением здоровосберегающих технологий характеризуется комфортной атмосферой и доброжелательностью. Включение в урок небольшой шутки, поговорки, веселой иллюстрации или музыкальной минутки позволяет быстро и легко снять напряжение от утомительной монотонной деятельности, выполняя роль эмоциональной разрядки. Например, на данном этапе подготовленные заранее ученики показывают эмоалистическую сценку «Забыл», которая помогает снять напряжение учащихся и наглядно демонстрирует тему урока. Затем дети анализируют сценку, составляют предложения по теме урока. Учащиеся группы номер один самостоятельно составляют и записывают предложения в тетрадь. Учащиеся группы номер два конструируют предложения из предложенных слов и записывают в тетрадь. А учащиеся группы номер три только конструируют предложения из слов на карточек. Учащийся со славленным зрением выполняет индивидуальное задание через сканридер, прослушивает предложенный текст и подбирает слова на заданную тему. На этапе первичного закрепления проводится письменная работа с использованием электронного учебника. Дети выполняют заданное упражнение. Идет дифференциация по объему и сложности для учащихся группы номер 3. Проверка осуществляется с помощью использования документ-камеры. Работу ребенка с ДЦП выводим на русскую. Использование здоровоиздвигающих технологий предполагает разноурнивое домашнее задание. Это может быть задание по учебнику, по индивидуальным карточкам с учетом дифференциации по объему и сложности материала. Или же интерактивная игра на площадке Центра Могородской дистанционной школы ОМОН. На этапе реплексии и подведения итогов урока учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности на уроке. На листочках-стикерах продолжают любую фразу «Я узнал», «Я вспомнил», «Мне понравилось». Рисуют в тетради цветной смайл, анализируют свою работу на уроке. Если урок понравился, рисуют зеленый кружок. Если было интересно, но возникли небольшие трудности, желтый кружок. Если было скучно, неинтересно и ничего не получилось, рисуют красный кружок. Применение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться стопроцентного коррекционного эффекта. Это подтверждается результатами независимого областного тестирования учащихся по математике русскому языку. Учащиеся стабильно показывают положительную динамику обученности, не успевающих нет. 100% учащихся класса зарегистрированы на образовательной платформе «Учи.ру» и являются его активными участниками. Одна из главных задач школы – это сохранение и укрепление здоровья учащихся. Именно благодаря использованию современных здоровьесберегающих образовательных технологий оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. Здоровесберегающие технологии в начальной школе – это мощная система, которая поможет сохранить и укрепить детское здоровье. Спасибо за внимание.